Эвелина Хромченко считает, что если купить новые туфли на деньги, которые отложили на черный день, черный день никогда не наступит. Здравствуйте, я не призываю вас броситься проверять достоверность этого утверждения, а всего-навсего предлагаю поговорить о моде через призму финансов. Насколько богата Анна Вентурб, в какую сумму обходится модный показ, и насколько миллионов пополняется семейный бюджет Дэвида Бэхэма после участия звезды в рекламных кампаниях известных брендов. Анна Вентурб всегда выглядит идеально, при этом не важно, что она не надета, строгое платье Шанель или наряд в цветах от Прадо. Главный редактор известного модного издания просто не может допустить ошибки в создании образа. Для этого требуются приличные финансовые затраты. Каким же капиталом обладает 63-летняя снежная королева моды? По самым скромным подсчетам, чистый капитал Анны Вентурб составляет 35 миллионов долларов. Кроме того, что Анна уже 25 лет возглавляет американский ВОК, она также является арт-директором всего Конде Наст. Вместе с нешуточной зарплатой Анна пользуется и определенными льготами. Например, личный водитель и автомобиль Mercedes S-класса, которым она пользуется как в Нью-Йорке, так и в поездках по всему миру. Кроме того, Вентур всегда останавливается в самых роскошных отелях мира. И, конечно же, одежда. В дополнение к регулярным презентам от дизайнеров, Анна получает 200 тысяч долларов, которые она свободно потратит на что пожелает. Сколько может стоить модный показ? За всех говорить не будем. Ограничимся лишь оглаской суммы за фантастический показ, организованный Марком Джейкобсом в 2011 году в Нью-Йорке. Показ обошелся дизайнеру в миллион долларов. Учитывая, что шоу длилось 9,5 минут, можно подсчитать, что одна секунда показа стоила 1750 долларов. Конечно, не все дизайнеры тратят космические суммы на организацию ежегодных показов, но и эти ценники вряд ли можно назвать самыми скромными. Так какова же цена моды на самом деле? Подводить подсчеты лучше всего, начиная с арендной платы за помещение, где и будет проходить шоу. Например, в известном Нью-Йоркском Линкольн-центре цена за аренду начинается от 15 тысяч долларов, а самый дорогой ценник составляет целых 50 тысяч. Следующие статьи расходов – это услуги стилистов, реклама в СМИ, освещение, питание, наконец. Команды визажистов, к примеру, запрашивают от 5 до 100 тысяч долларов за услугу на шоу. Все больше дизайнеров склоняется к тому, что реклама и деньги, инвестированные в неделю мод, хоть и способствуют увеличению продаж, но все-таки не являются рентабельными для брендов. Например, Тамара Меллон, учредитель Джимми Чу, запускает женскую коллекцию одежды и не собирается презентовать ее в рамках показов. Как правило, звезды совсем не против заработать на своей славе и популярности, а потому очень часто подписывают многомиллионные контракты с известными брендами. В бизнесе этот прием называется «селебрити-маркетинг», и в первых строках этого селебрити-списка значится красавчик Дэвид Бэкхэм. Самым распространенным рекламным лицом в мире по-прежнему является футболист Дэвид Бэкхэм. Его даже называют «человек-бренд». Главный товар Дэвида – это он сам, и рекламодатели очень этот товар ценят. К примеру, в 2003 году Дэвид подписал пожизненный рекламный контракт с Adidas на сумму более 160 миллионов долларов, а в 2007 году Дэвид получил 30 миллионов фунтов за рекламу нижнего белья от бренда Armani. В общей сложности на продаже своего имиджа Бэкхэм заработал более 250 миллионов долларов. «Пепси», «Адидас», «Кастрол», «Маркс энд Спенсер», «Поли Сангласес» – различные японские бренды, «Дольчин Габана», «Водофон», «Моторола», «Джилет» – вот далеко не полный список тех брендов, с которыми сотрудничал футболист. Сколько бы ни стоила ваша одежда, никто не отменял старую добрую истину – встречают по одежке, а провожают по уму. До завтра!